Всем привет! Меня зовут Яна, и это мое первое видео на канале. В этом видео я бы хотела вам показать и рассказать, какие проекты, какие вещи я успела связать за февраль. И, может быть, покажу то, что я уже начала вязать в марте. Первая работа — это вот такой серый чепчик с лавандовыми завязками. Вот. Этот чепчик состоит из четырех бабушкиных квадратов. Вяжется он довольно-таки просто и очень быстро причем. Ну, я не знаю, буквально там за часа три, наверное, можно его связать. И, опять же, вот эта сама резинка делается очень быстро. Сейчас я вам покажу, как он выглядит на мне. Вот этот чепчик можно носить как в развязанном виде, так и в завязанном. Можно связать на один узел, можно связать на бантик, кому как больше нравится. Вот, в целом, и с бантиком тоже симпатично. Даже несмотря на то, что вязка не плотная, тут дырочки из-за того, что это бабушкин квадрат. Вот. Чепчик все равно достаточно теплый. И, ну, там в небольшие холода в нем можно ходить, как бы абсолютно комфортно. Опять же, за счет пряжи. Тут он горка. Вот. Ну, в целом, можно использовать любую пряжу, какая вам нравится, и носить в любой сезон. Вот. Универсальная вещь, универсальная в плане того, что, ну, чепчик достаточно эластичный, подходит на любой размер головы. Ну, понятное дело, что если, как бы, если вы ее вяжете на себя, или, там, на свою подругу, или на заказ, то, как бы, можно сделать одни квадраты и использовать их. Но если, там, вы делаете для своего ребенка, понятное дело, что нужно поменьше сделать. Вторая моя работа — это тоже чепчик, но уже другой формы. это трендовый чепчик с кошачьими ушками. Вот. Я очень долго искала, как его можно связать крючком, потому что, ну, спицами я очень плохо вяжу. Вот. Точнее, вообще не вижу. Не знаю, крючком неудобнее. Вот. Поэтому мне было интересно вообще, возможно ли такой чепчик связать крючком, чтобы он выглядел, ну, похожим, максимально похожим на то, что сейчас продают все остальные. Вот. И я нашла схему и связала чепчик. Вот. Использовалась вязка, похожая как раз на вязку спицами. Вот. Я решила сделать небольшие ушки. Вот. Получилось, получилось достаточно симпатично. Мне кажется, ничем не отличается вообще от того, что предлагает сейчас рынок, предлагают другие блогеры, люди, которые вяжут. Вот. Опять же, можно носить как развязанным, так и завязанным. Кому как удобно. Или как там делают, завязывают с обратной стороны. Ну, так, на самом деле, я еще не пробовала, но в целом очень мило, симпатично. Вот. Опять же, вяжется супер легко и очень быстро. Этот чепчик я связала, ну, тоже, наверное, за несколько часов. Часов за пять или шесть. В общем, ну, понятное дело, все зависит от вашей скорости, от того, как вы вяжете, в каком темпе. Вот. Мне кажется, я вяжу достаточно быстро, учитывая, что вязание это моя не основная работа. Вот. Поэтому в перерывах я успела связать за один день такой чепчик. Следующий лот, февральский лот, это шарфик. С достаточно интересным рисунком. Опять же, все, что связано, это связано крючком. Вот интересный такой дизайн, рисунок, вязка волной, вот, с использованием двух цветов. Мне удалось поучаствовать в тестер-коле у одной мастерицы, у блогерки, вот, которая как раз перед продажей паттерна данного шарфа я собирала разных участников, которые бы хотели по ее макету, по ее схеме, связать такой шарф, вот. И я согласилась поучаствовать, точнее, я отправила заявку, вот, и потом меня приняли, чтобы я участвовала, вот. Потому что дизайн достаточно интересный, модный, стильный, молодежный, вот. И мне было интересно вообще, что получится, но, по-моему, по-моему, интересно. Вот, опять же, не обязательно такой дизайн использовать только для шарфа, можно использовать, там, для сумок, для жилеток. И последняя моя работа, последний мой проект февраля, это была жилетка из «Бабушкин квадрат». Вот. Эту жилетку, хотя, ну, я люблю «Бабушкин квадрат» вязать, потому что он вяжется довольно-таки быстро и просто. А здесь, ну, здесь мне пришлось потратить довольно-таки много времени, так как здесь примерно... Я даже не знаю, сколько здесь... А, в общем, я сделала небольшую паузу, чтобы почитать квадраты. В общем, здесь около 70 квадратов. Вот, 70 квадратов. Опять же, связать сами квадраты — это очень быстро. Больше ты времени тратишь на то, чтобы их сшить между собой. Вот. И, опять же, достаточно много времени уходит для того, чтобы связать вот эти резинки. Ну, опять же, в целом получилось интересно. А, ещё я первый раз попробовала сделать рюшку. Мне показалось, что для данного жилета просто резинка внизу — это слишком банально скучно. Вот. И что он весь и так такой ажурненький, миленький. Вот. И решила попробовать сделать первый раз такую рюшку. Я вам показала все мои работы, которые я успела сделать в феврале. И я хочу ещё показать вам то, что я собираюсь сделать в марте. Точнее, уже начала делать. Первым делом, когда я решаю, что я делаю, что я буду делать. Как бы я вяжу сама для себя. Просто... Блин. Просто это моё времяпрепровождение. Мое релакс, так сказать. Вот. Я зарисовываю эскиз в своём блокнотике. Точнее, сначала я скроллю ленту Пинтереста, там Инстаграма. Вот. Ещё вдохновение, ещё сочетание цветов. Какие бы мне хотелось бы реализовать в своих работах. Вот. И для начала я зарисовываю всё. Блин, солнце светит. Ну, я думаю, вам видно. Зарисовываю, в общем, всё в своём блокнотике. Вот как раз та жилетка, которую я вам показывала из квадратиков. И ещё одна жилетка. Это вот эта. Вот. Я её собираюсь связать в марте. Вот. Я её уже начала. Вот. У меня связана... Ну, наверное, уже большая часть связана сама жилетка. Ну, в плане основной её части. И связана горловина. Связан уже один рукав. И вот как раз в процессе довязываю второй рукав. И останется ещё сделать внизу резинку. И в целом будет уже готово. Мне очень нравится такая вязка. Потому что, ну, верх она эластичная. Похожая на вязку спицами. И вяжется просто супер быстро. Вот эту жилетку я... Ну, вот само основание жилетки. Вот. Я связала за... Ну, за два дня, за два вечера. Я связала. Потому что она вяжется очень быстро. И то, наверное, бы я связала это ещё быстрее. Так как у меня ушло два мотка. Ну, у меня было два мотка. Такой пряжи бежевой. Вот. И мне пришлось ещё просто докупать один моток. Вот. Чтобы... Чтобы довязать. А так бы я ещё, может быть, быстрее довязала. Вот. Поэтому... Поэтому жилетка в процессе. Вот. Так что в следующем видео. Или, может быть, в шортсах. Вот. Вы увидите результат. Всем спасибо за внимание. За то, что посмотрели мое первое видео. А также пишите в комментариях, какой мастер-класс вам сделать в следующий раз. Может быть, вам понравилась какая-нибудь работа из того, что я сделала в феврале. И вы бы хотели узнать, как... Поподробнее, как её сделать. Вот. Пишите. И я обязательно сниму вам либо короткое видео, либо полноценное. Вот. Где от и до мы вместе с вами свяжем. Вот. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И до встречи.